Казанский университет Эти добавки еще называют нуклеаторы. Они применяются для регулирования процесса кристаллизации расплава полимеров. Используются при производстве промышленных марок полипропилена. В результате введения их в полимер вылучшаются его причинностные свойства. Также увеличивается температура кристаллизации расплава, что значительно ускоряет процесс производства изделий. Стоит принять к сведению, что полипропилен один из популярных материалов. Используется одинаково широко как при создании пластиковой посуды, так и при машиностроении. Так что можно не сомневаться, данный проект имеет свою актуальность. Дело в том, что разрабатываемые динаром добавки ранее в России ни разу не создавались. И пока производители полимеров и по сегодняшний день используют исключительно зарубежные добавки. Но это временно. Скоро все изменится. В этом убежден и научный руководитель начинающего ученого. Тот материал, который получается на заводе, он не отвечает всем требованиям, которые сейчас предъявляются к материалам. То есть его необходимо дополнительно упрочнять. Это один аспект. Второй аспект заключается в том, что те добавки, которые все-таки делаются на заводе, они исключительно импортные. То есть наш проект в общем-то направлен в том числе и на импортозамещение. То есть мы планируем разработать такие добавки, которые позволили бы заменить импортные реагенты на отечественные, более доступные, более дешевые. Как нам удалось выяснить, проведенная работа является действительно очень важной в силу того, что полипропилен является одним из массовых материалов, которые применяются в производстве. Теперь никто не сомневается, что нашим ученым в очередной раз удастся сдвинуть с российского рынка зарубежные материалы. Тем самым не только сэкономив денежные средства предприятий, но и повысив качество создаваемого. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универы Ньюс.